Субтитры делал DimaTorzok 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 Далеко отошли Далеко отошли Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далеко отошли Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok что ты все-таки сможешь помочь не только нам по истреблению этой банды, но и всему лагерю, Красному Кресту и всем твоим друзьям, которые страдают от этой банды. У меня к тебе еще раз повторная просьба, то что об этом разговоре и о вчерашнем разговоре никто не должен знать. Как вчера мы общались втроем, вот я, ты и мой напарник, Ильдар. Так и в дальнейшем мы будем работать только втроем. Даже с моими людьми, которые работают со мной рядом, ты об этом не должен говорить. Скажешь, только кому-то из вас. Понимаешь, только кому-то из нас, да. Даже там пять, там что-нибудь, скажите ему, что вот это вот это ни в коем случае, только напрямую из вас. Так, так, так. У тебя есть ручка? А, ручка. Ручки нет. Ты хочешь, типа соглашения, какого-то написать. Даже вчерашний разговор и все, на вспоминать. Ну, у меня ручка есть, нет листок, нет листок бумаги только. Да, бумагу я сейчас найду, сейчас вырвусь, блокнотикс. Давайте вот присядем, вроде как лишний глаз уже не будет. Вот на камешке. Есть, да, листок, ручки? Данин Библии. Данин Библии в руке, автору. Вот тебе, Лидов. Баги, держать-то не различил. О, нет, не различил. Ну, отлично, вон на камешке пока покачивал. Значит, смотри, что нужно, чтобы мы не забыли, чтобы ты не забыл. Складывай этот листок пополам и посильнее надавливай, чтобы было на двух листках написано одно. Он такой, там, с одной стороны пыльный, как раз, а дай пылью и пропишет на втором листе. Значит, тебя как зовут вообще? Имя, имя, имя? Данила Рить. Данила Рить. Ну, так и пишешь, значит. Я Данил Редькин, я Данил Редькин, готов, я Данил Редькин согласен оказывать Согласен оказывать негласное содействие Согласен оказывать негласное содействие Согласен оказывать негласное содействие Российским военным на добровольной основе Ну и все, дату пиши, какое сегодня число Так, пиши, восемнадцатое число Так, я Данил Редькин согласен оказывать негласное содействие Российским военным на добровольной основе Как напишешь, ставь точку Российский военный поиск О, слушай, я щас пойду, посветки Или... Нет, все-таки тоже нужны, если вдруг приедут Мне тоже голос слышат Нет Да, слышим. А вы слышите? Просьба покинуть чистоту российских военных. А это их чистота? Просьба покинуть чистоту российских военных. Не засоряйте эфир. Так, ну, в общем, все. Я тебе половинку оставил, так что я в карманку. А лучше вообще ее закопай. Не стоит, чтобы тебе твои по карманам в руку. Угу, да, исправлено 4. Смотри, значит, такие нюансы. Давай так определимся. Если не получится войти в состав банды, то выходи на связь и мы придумаем что-нибудь еще в этом плане. Сейчас, даже вот сейчас, как бы ситуация такая сложилась еще более лучше. Тут вы, по сути, можете вообще... И не только ты один, да, двое, трое могут в состав банды сейчас войти и... Под таким предлогом, что вас вообще так нагнали там, с таким, там... С таким вот гонором. А тут поллагеря сейчас видела, что как происходит. Да, не так, Кирилл бы согласился. Все, кстати, 18 лет. Да он, не, он вряд ли там пойдет. У вас лишний раз будет какой-то лишний повод пообщаться. Тебе сейчас, главное сейчас наткнуться на ту банду, которая народует. Да, мне кажется, вот этот как раз вопрос, он не является самым главным и самым сложным. Это вообще ему как-то пересечь с бандитами. Вообще, чтобы они его не пристрелили при первой же встрече. То есть, как-то нам нужно спланировать такую, как сказать, такую встречу с ними. Чтобы они его, вот именно что, не убили, а вступили с ним в какой-то разговор. А он, соответственно, им свою легенду преподнес. Да, давай как будто мы его нагоняем, и при виде этой банды, как будто мы его поймали и нагоняем оттуда подальше. И отдадим его сами в этой... То есть, самая проблема-то в том, что ты, вот я лично ни одного бандита не видел. Я даже не знаю, где они живут, где скрываются. То есть, нам тяжело предугадать эту встречу, где она может произойти. То есть, парень, получается, сам должен пойти, что ли, их найти, или как вот вообще найти этих бандитов? Давай, знаешь, как поступим, Данил? Ты как будешь, как бомба замедленного действия. Не нужно прямо сейчас, сломя голову, да, ломиться туда. И давай это все оставим как бы на самотек. Чуть-чуть погодя, через день, через два, рано или поздно они объявятся. Тогда ты уже будешь знать, в какой стране это все происходит. А пока смотри сам. Я вот тебе даже, честно говоря, отдаю вот этот автомат, который... Бери его с собой. Но только в лагере, я тебя прошу, в ближайшее время здесь пока не появляется. Есть ли возможность перекантоваться пару-тройку дней? Да, есть. Ну, отлично. Еда есть? Еда, да. Ты можешь самостоятельно пока по побережью, где они, в целом, любят орудовать, и хозяева, которые они себя приглашают, прогуляться. И, может быть, наткнешься на кого-то, поспрашиваешь у людей. Может быть, в процессе расспрашивания человека встречного, ты как раз и встречаешься с бандитами. Пару дней как раз погуляешь. Что? Слушай, рация не поищена. Рацию нет, но сейчас только что в эфире, почему-то на нашей частоте, я слышал женский голос, очень напоминающий одно одного психолога, испалывая. Я ее попросил покинуть эту частоту, и вроде бы потом тишина. Для всех остальных, вообще для всех остальных, вот только вот между нами тремя, а для всех остальных, мы друг друга ненавидим. Ты нас, мы тебя. Как только мы остаемся втроем наедине, мы уже разговариваем по нашей операции, да? Да, это понятно. Давай, значит, ближайшее время встречи, это... Сегодня что у нас? Сегодня у нас вторник. 18-ое число. Давай, ближайшее время встречи, это пятница. Пятница. Значит, это, наверное, где-то в районе электронного, там, какой там поселок, там, не помнишь, какой-то, да? Вон, на дамбе, да. Помнишь, что? Да, не понял. Да, знаю, какой-то. Все, в пятницу, значит, время, ну, примерно 10 вечера. Договорились? Да, договорились, теперь по-тихому расходимся, и мы друг другу не знаем, и терпеть друг друга не можем. Все. Никому об этом не спустят. Хорошо, я тогда пошел. Давай, удачи тебе в поисках, включений. Если какие-то трудности, обязательно, обязательно говори, и мы обязательно поможем. Главное, что будь осторожен. Субтитры создавал DimaTorzok